Привет, YouTube! Сегодня я бы хотел завершить наше погружение в тестирование мобильных приложений на приятной ноте и рассказать вам о тех проверках, которые нужно проводить на наших мобильных приложениях непосредственно для того, чтобы убедиться, что они отрабатывают свои функциональности корректно. Существует несколько типов основных проверок, которые нужно осуществлять на нашем мобильном телефоне. Давайте поговорим о каждом из них. Во-первых, это проверки на прерывание. Что такое прерывание? Это то есть, когда у нас работа нашего приложения прерывается чем-то извне. Какие бывают вообще проверки, связанные с этим? К примеру, нам кто-то звонит, и мы сидим в каком-то приложении, в игрушке, либо в нашем браузере. И мы должны обязательно проверить, что происходит с приложением после того, когда заканчивается вызов. К примеру, оно может крашиться, вылетать, либо же зависать. То есть мы должны убедиться в том, что все отрабатывает корректно. Тоже касается и входящих вызовов. То есть, к примеру, если мы свернули наше приложение в Трей, и мы кому-то звоним, и потом хотим обратно вернуться в наше приложение, то мы должны посмотреть, все ли там хорошо, действительно ли осталась информация о том, что мы делали в оперативной памяти, и эта информация подгрузилась и показалась нам в том же неизменном виде. То есть это мы тоже можем проверить. Также есть такие типы прерываний, как всплывающие окна, уведомления, пуш-оведомления. То есть, к примеру, вы опять же во что-то играете, и к вам приходит сообщение из какой-то социальной сети, и появляется пуш-оведомление. То есть мы можем опять же это проверить, посмотреть, как реагирует на это основное приложение, в которое мы сейчас работаем. Следующий вид прерываний – это прерывание при разрядке, подзарядке. То есть, к примеру, если наш телефон находится на минимальном проге по уровню зарядки, как ведет себя приложение, опять же может появляться какое-то уведомление о том, что вам нужно поставить телефон на зарядку, либо что телефон переведен в экономный режим. То есть, опять же мы смотрим на то, что наше приложение работает корректно. Подзарядка значит то, что, к примеру, мы берем наш телефон и ставим его на зарядную нашу станцию, опять же смотрим, все ли работает корректно в нашем приложении. То есть не вылетает ли оно, не знаю, не сворачивается в трей, не начинает тормозить. То есть это опять же мы смотрим. Сворачивание, разворачивание приложения. Опять же тут все просто. Если мы наше приложение сворачиваем в трей и обратно его разворачиваем, смотрим, что да, там действительно сохранилась информация. Опять же, если нам позволяет это сделать количество оперативной памяти на нашем телефоне так как если у нас этой памяти мало и наше приложение примеру какая нибудь тяжелая игрушка то конечно же у нас есть вероятность того что просто именно из оперативной памяти не осуществляется подгрузка этих данных следующий вид проверки это тестирование установки то есть мы проверяем что наше приложение устанавливается корректно что мы его можем удалить примеру как с какого-то маркета либо Либо же можем удалить непосредственно из телефона посредством долгого зажатия, нажав на крестик и все действительно удаляется, либо же из табины приложения внутри настроек удалить. То есть мы это все должны проверить и посмотреть, что да, действительно у нас все хорошо проходит. Переустановка. Опять же, мы удалили это приложение когда-то и решили его обратно переустановить. Возможно, у нас сохранилась какая-то, не знаю, папка с данными от этого приложения. Как это может повлиять на то, что мы переустанавливаем это приложение и приложение, возможно, из этого может работать некорректно. То есть тоже мы это обязательно должны проверить. Ну и, конечно же, обновление, когда мы осуществляем какой-то апдейт из нашего маркета. То есть опять же, посмотреть, что переход на новую версию никак не влияет, никак не импактит на наше основное приложение, на его работу. То есть тоже мы это все проверяем. Следующий аспект – это проверка различных штук, связанных со связью, с интернетом. То есть мы должны проверить, как работает наше приложение на различных типах соединения. Будь то Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, 2G и все вот эти вот G, которые в дальнейшем могут быть связаны с нашим телефоном и с его обновлениями. То есть мы тоже на это смотрим. Также мы должны проверить качество соединения. То есть когда там у нас плохое соединение, когда хорошее, отличное, когда у нас, к примеру, вообще отсутствует интернет. То есть мы это обязательно должны посмотреть. Потеря связи. Когда у нас, к примеру, не знаю, блокируют интернет в стране, как это бывает в Беларуси. Либо же просто вы уезжаете куда-то на природу, и там нет вышек, которые позволяют раздавать нормальный сигнал. То есть мы тоже смотрим, как работает наше приложение. И изменение типа соединения. К примеру, мы сидим на 3G, либо на 4G и меняем этот тип соединения на Wi-Fi. А действительно ли все будет работать хорошо, не будет ли прерываться соединение, мы это должны проверить. Как мы с вами помним, все вот эти вот функции, по крайней мере те, которые я вам сегодня уже показал, они реализованы и в эмуляторах. То есть вам не обязательно это все делать на реальном девайсе. Хотя, конечно же, рекомендовано все-таки осуществлять все проверки на реальном девайсе. Но если такой возможности нет, вы можете эмулировать, симулировать эти все, скажем так, неблагоприятные воздействия, либо же благоприятные воздействия для вашего телефона непосредственно уже в самом эмуляторе. Я сегодня не буду его показывать еще раз. Если вы не знаете, как устанавливать эмулятор, как с ним работать, какие функции в них есть, то сейчас сверху появится ссылка на мое прошлое видео, где я подробно рассказываю, как устанавливать Android Studio, если мы говорим про Android-устройство, показываю, какие там есть функции. Обязательно переходите, изучайте и тестируйте все согласно тем проверкам, которые мы с вами сегодня рассмотрим. Следующий тип проверок – это работа с функциями телефона. То есть у нас есть какие-то встроенные функции телефона, к примеру, есть GPS, есть видеофото, есть другие функции телефона, по типу, не знаю, герометра, либо же поддержка пуш-оведомлений. То есть мы это все должны проверить. Если мы говорим про GPS, то мы смотрим, что, к примеру, у нас с помощью API-шки мы можем подключаться, копить телефоны и использовать GPS, который есть там. Смотрим, действительно ли наша геолокация отрабатывает корректно. Опять же, если у нас есть возможность использовать камеру, которая есть в телефоне, мы это все можем проверить. То есть проверить фронтальную камеру, проверить тыльную камеру, проверить ширик, проверить телекамеру. То есть все, что у нас есть и что должно поддерживать наше приложение, работу с чем. То есть все это мы должны проверить. Размер экрана, разрешение, ориентация. То же самое. То есть мы должны проверить на различных форм-факторах. К примеру, если заявлено, что наш продукт может работать, к примеру, на планшете, может работать на телефоне, где разрешение Full HD, где разрешение Full HD+, где разрешение HD, где разрешение, не знаю, какие еще есть, там 4К, 2К, не знаю, для телефонов есть они или нет. В общем, все это мы должны проверить. Опять же, корректно ли у нас все отрабатывается, прорисовывается ли все наши страницы в нашем приложении. То есть все это мы проверяем. Обязательно просматриваем на ориентацию. То есть если у нас заявлено, к примеру, что может работать в горизонтальном и вертикальном режиме, действительно ли это происходит, когда мы там переворачиваем телефон. Для этого в телефоне есть как раз таки акселерометр, который позволяет определять его ориентацию в пространстве. Работа с жестами, то есть тоже, я думаю, здесь объяснять не нужно. Мы проверяем, к примеру, там, тапы различные на наш экран телефона, проверяем сворачивание, разворачивание. В некоторых телефонах сейчас есть поддержка, к примеру, удара костяшек пальцев, то есть тоже как-то это должно срабатывать. То есть все вот это мы должны проверить, все наши жесты, там, свайпы, увеличение, уменьшение нашей картинки, все это мы проверяем. Ну и другие функции телефона. Опять же, все, что можно только придумать, что у нас есть в телефоне и те функции, которые поддерживает наше приложение, скажем так, и доступ, который мы ему открываем. То есть как это работает. Следующий аспект – это тестирование производительности. Тоже здесь все достаточно просто. Мы проверяем скорость нашего приложения, то есть как оно быстро работает, отзывчивость, к примеру, если мы тапаем на него, то, к примеру, что должно быстренько переходить, к примеру, на следующую страницу. Либо же, если мы осуществляем какой-то свайп, то тоже должно после него наступать какое-то действие, как это быстро происходит. Загрузка оперативной памяти, то есть обязательно смотрим, чтобы, к примеру, наше приложение было хорошо оптимизировано для той или иной платформы и не загружало очень сильно телефон. В зависимости от заряда батареи, то есть это взаимосвязано и с прерываниями. Опять же, смотрим, не тормозит ли наше приложение, когда там уровень батареи падает на определенное количество. Можем проверить чуть ли не каждые 10%, как это может происходить. То есть как будет хватать вашей фантазии и что вообще от вас хочет получить в итоге конечный пользователь и сам бизнес. Запуск внутренней памяти с флеш-накопителя, то есть это больше актуально для Android-приложений. Мы, к примеру, можем установить приложение как на внутреннюю память нашего телефона, так и установить на флешку, которая у нас есть, и посмотреть, опять же, как работает наше приложение. Опять же, к этому уже подключаются и остальные все проверки, то есть мы можем обязательно проверить установку на флеш-накопитель, удаление с флеш-накопителя, обновление на флеш-накопитель, переустановку на флеш-накопитель. То есть это все взаимосвязано. И опять же, повторюсь, что количество проверок зависит только от того, насколько тщательно вам нужно это все провести, как работает ваша фантазия, что хочет увидеть от вас заказчик и самое важное, сколько у вас вообще есть время на это тестирование. То есть это основной перечень проверок, которые вы можете осуществлять. Но помимо этого существуют и наши стандартные все проверки, все наши типы тестирования, которые мы также можем применять для наших мобильных приложений. Давайте на них тоже посмотрим. В описании к этому видео я прикреплю два чек-листа, где будут прописаны тоже все проверки, которые вы можете осуществлять. И вообще для мобильных устройств существует огромное количество чек-листов, чит-листов в открытом доступе в интернете. То есть вы просто вбиваете чек-лист для проверки мобильных приложений, и вам выдаст просто огромную кучу всевозможных чек-листов, которые могут вам помочь в проверках. И возвращаясь к аспекту тому, что мы еще можем здесь протестировать, то есть мы можем это протестировать. И документацию, то есть мы тестируем наши требования, функциональные тестирования. То есть помимо того, что мы проверяем то, что я рассказал вам чуть раньше, то есть вот эти все проверки на прерывание, установку и прочее, мы обязательно должны, конечно же, проверить, что те функции, которые заявлены в нашем приложении, которые есть в требованиях, они также осуществляют. То есть я бы вообще сказал, что функциональное тестирование – это самое важное, что вы должны провести и в первую очередь. Юзабилити тестирование, то есть, к примеру, как наши кнопочки хорошо расположены, соответствуют ли они гайдлайнам Андроида либо Apple. То есть все мы это должны проверить. Юай-тестинг, опять же, возвращаясь к этим гайдлайнам, то есть тоже мы сравниваем, действительно ли все соответствует тому, как должно быть реализовано согласно гайдлайнам и тем макапам, которые предоставил нам UI UX дизайнер. Чем хорошо мобильное тестирование, то есть несмотря на то, что здесь есть огромное количество проверок, которые мы должны проводить, также всегда есть доступная документация, то есть у вас уже есть документация в виде тех же самых гайдлайнов, там очень подробно расписано все, как должно выглядеть ваше приложение, как должны размещаться кнопки, как они должны реагировать на ваши какие-то действия, нажатия и прочее. То есть у вас уже упрощается работа именно в сборе и анализе требований для вашего мобильного приложения. Опять же, compatibility, configuration testing, то есть опять же мы смотрим там тестирование совместимости, тестирование конфигурации, performance testing, о котором мы уже с вами сегодня поговорили, security testing, это тестирование безопасности, то есть мы, к примеру, смотрим, что если мы даем доступ и разрешение на использовать какие-то функции наших телефонов, что мы внутри нашего приложения не используем какие-то другие функции, которые не заявлены вот в этом доступе, который нам дал пользователь, так как это может вызвать огромные убытки и риски для вас, как разработчика, так и для вашего заказчика, и вызвать большой скандал, так как вопрос, связанный с чувствительными данными ваших пользователей, очень критичный, особенно сейчас, то есть можно влететь на очень большую сумму денег. E-covery testing, то есть тестирование на отказ и восстановление, опять же вспоминаем наш урок, посвященный типам тестирования, вспоминаем, какие проверки мы проводим там, если вы подзабыли, то сейчас вверху появится ссылка, переходим, смотрим, и это все, опять же, можно применить и к мобильному тестированию. Опять же, очень часто, к примеру, локализуют какие-то игры для различных локалей, естественно, на русском языке игра, для, не знаю, для США есть игры на английском языке, там на китайском языке огромное количество игр, то есть мы тестируем нашу локализацию, либо же интернационализацию в зависимости от того, какие цели мы преследуем в рамках данной функциональности и нашего приложения. Бета-тестирование, ну, опять же, тоже все очень довольно просто. Сертификейшн-тестинг, насколько я понимаю, это соответствие требованиям того же Эппла, либо Гугла, там согласно нашим гайдлайнам, согласно требованиям по загрузке наших приложений в сторы различные, маркеты, то есть если я не прав, то, пожалуйста, поправьте меня в комментариях и напишите, что же такое сертификейшн-тестинг, потому что я знаю, что меня смотрят и тестировщики мобильных приложений, возможно, они более подкованы в этих вопросах. И дальше расписаны вот эти все основные проверки, которые вы должны провести. То есть вы можете опираться на них в своей работе, когда у вас, не знаю, вы входите в тупик и не знаете, что придумать, либо же хотите упростить свою работу, обращайтесь к таким вот чек-листам. И вот этот следующий чек-лист тоже, в принципе, он достаточно подробненько расписан о том, что вы можете провести, какие проверки. Также можно найти дополнительные чек-листы для Андроида, дополнительные чек-листы для Эпла. То есть все зависит только от того, насколько вы готовы потратить свое время и какое количество проверок вы можете провести. Опять же, есть такой тестовый артефакт, как тест-план, который позволяет нам еще в начале, скажем так, нашего тестирования прописать вообще, какие виды тестирования мы будем использовать, какие тулы будем использовать, какие проверки будем проводить. И это может очень сильно ограничить те проверки, которые вам нужно провести для той или иной функциональности. Поэтому тоже обращайте на это внимание и спрашивайте у вашего тем-лида, к примеру, если вы в первый раз приходите, либо же у человека, который отвечает, к примеру, за вашу команду менеджера, как это все реализовано у вас, какие проверки вы проводите. Возможно, вы что-то не проверяете и не тестируете. Тогда не нужно придумывать велосипед. И я вспомнил, что хотел вам еще рассказать в рамках тестирования мобильных приложений. Такую тему на грани, скажем так, тестирования веб-приложений и тестирования мобилки. Это как нам работать в Chrome DevTools, используя наш реальный девайс. Давайте переключимся на наш Chrome DevTools и посмотрим, как это можно осуществить. Для того, чтобы подключиться к нашему телефону, именно к хрому, который установлен на нем, нам необходимо зайти в наш Chrome, который установлен на компьютере, и нажать на следующие три точки, выбрать More Tools и подключиться к Remote Devices. У вас появится новая табина, там, где у вас есть консоль внизу экрана. Вы нажимаете на линку, и после этого у вас на телефоне должно появиться сообщение о том, что вы разрешаете отладку по USB для этого устройства. Если вы смотрели предыдущее видео, я подробно рассказывал, как это настроить на Android девайсе, поэтому можете перейти и посмотреть. Ничего сложного в этом нет. Вам просто необходимо будет войти в режим для разработчика для этого девайса и выбрать разрешение по отладке по USB. После этого у вас отображается ваш телефон, и вам необходимо зайти именно в Chrome DevTools, который у вас находится на телефоне. И после этого вы можете прямо из DevTools, который находится здесь, писать какую-то линку для вашего браузера, который установлен на телефоне. То есть, например, мы берем какую-то линку, мы ее вставляем и нажимаем Open. После этого у вас отображается эта линка на самом телефоне. Также вы можете нажать на Inspect, и тогда при включенном экране у вас отобразится та информация, которая у вас находится на телефоне. И если вы что-то будете делать непосредственно на телефоне, то все запросы и ответы, которые проходят через телефон, будут отображаться, как в обычном Chrome DevTools, и мы можем тоже анализировать все, что происходит на вашем телефоне. То есть, таким образом, даже не скачивая какие-нибудь сниферы, тот же Fiddler, либо Charles, о котором мы с вами поговорим уже в рамках курса для продолжающих тестировщиков, назовем его так, вы можете также анализировать, что происходит у вас на телефоне, если у вас установлен Chrome на нем. Вот таким образом это также можно осуществлять. Очень подобная функция, если вам нужно это проанализировать. Надеюсь, что данный урок вам понравился, вы узнали что-то новое для себя, и теперь будете готовы к прохождению собеседования на позицию начинающего тестировщика мобильных приложений. Обязательно вам нужно прочитать все гайдлайны, как я говорил на предыдущем и даже, наверное, на первом занятии, выучить их, обязательно запомнить все те основные проверки, которые мы узнали с вами сегодня, запомнить те эмуляторы, с которыми мы с вами работали, какие функции есть в них, научиться снимать влоги с ваших устройств. То есть все это вам нужно обязательно повторить перед тем, как вы будете оплавиться на ту или иную позицию, как тестировщик мобильных приложений. На следующем занятии мы с вами поговорим про требования, как их анализировать, в каком виде они могут быть представлены, как их собирать, с кем вообще общаться по поводу этих требований в случае нахождения каких-либо ошибок в них. Обязательно оставайтесь с нами, со мной, подписывайтесь на этот канал, обязательно оставляйте свои комментарии, если у вас возникли какие-то вопросы, связанные с этим уроком. Переходите в мои социальные сети, где есть тоже очень много полезной информации, и в которых вы можете задавать непосредственно вопросы мне и участникам нашего большого уже сообщества по тестированию ОПО. А на этом у меня все. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok